Чтобы у вас было представление вообще, каким образом все это строится, из чего состоят стены, кровля, полы, давайте более наглядно разберемся с вами в составе этих так называемых стен. Итак, вот таким вот образом выглядит крыша по технологии быстровозводимых зданий из термопрофилей. Вот мы видим, то есть здесь стойки, страпельная система у нас тоже из термопрофиля собрана, как мы вот видим здесь, ну то есть обычная страпельная система собирается фермом, опоры делаются на стоечные профиля, дальше идет подшивка гипсокартоном с внутренней стороны, после чего идет у нас пароизоляционная защита, дальше внутри находится утеплитель, укладывается, идет ветрозащитная пленка и укладывается так называемый шляпный профиль, здесь он играет роль обрешетки и на него уже в зависимости от того, какой вы материал выберете, обычно это либо металлочерепица, либо металлический профиль, различные волны, но это не суть важно, это уже как говорится на вкус заказчика. Вот таким вот образом выглядит сама кровля. На этой планировочке мы видим из чего состоит уже, то есть принципиальная схема устройства панели пола, либо плиты и перекрытия, если это мансардовый дом или двухэтажный. Давайте начнем снизу вверх, сам каркас, как мы опять же видим, состоит из направляющего термопрофиля, соединен и в парадольном и в поперечном сечении, снизу подшивается гипсоволокно, либо гипсокартон, обычно это два слоя, дальше идет утеплитель, следующий слой идет шумоизолирующая, шумопоглощающая прокладка, потом идет опять же гипсоволокно, лист из гипсоволокна, который крепится на саморезы и уже непосредственно внешняя отделка пола, будь то ламинат, линолеум, либо какие-то другие вещи, типа керамической плитки. Ну и непосредственно состав стены заключается опять же в каркасе из стоечного термопрофиля, как мы видим в вертикальном и в горизонтальном соединении между собой. Внутри как и у всех заложен утеплитель, утеплитель тоже разный бывает, начиная от эковаты, базальтовый, фенополистирол и тому подобное. С обоих сторон идет обшивка гипсокартоном по два слоя, дальше идет пара и ветроизоляция, все это к утеплителю. Снаружи уже идет наружная отделка, какая она будет, тоже все зависит от вас, то есть это будет либо фасадная штукатурка, либо виниловый ссадинг, бюджетный вариант, либо вы обкладываете кирпичом, это тоже также решать вам. Ну и оконные проемы тоже самое отделываются различными материалами, в наших случаях, то есть где мы все это строили, обычно это металлические откосы и с полимерным покрытием металл. Вот в принципе вот такой вот состав стен, как вы видите ничего здесь сложного нету, инструмента для этого нужно только болгарка, то есть с отрезанными кругами и шуруповерт. Больше практически для строительства таких домов никакого инструмента нет необходимости закупать.